Добрый день, уважаемые радиослушатели. Как обычно в это время вы слушаете программу «Разворот». Сегодня веду я, Марина Шкодина, а помогает мне звукорежиссер Евгений Копейн. Кто у нас сегодня в гостях? В гостях у нас сегодня член правления Рижского бюро по развитию туризма и председатель фракции Центра согласия в Рижской думе Максим Толстой. Добрый день. Добрый день, Марина. Сразу напомню, телефон прямого эфира 672-12-93-9. Вы нам можете дозваниваться в студию, задавать свои вопросы. Постараемся мы принять все звонки, ну и ответить на ваши вопросы. Можете также принять участие в нашей дискуссии. Говорим мы сегодня о развитии туризма в Риге. Господин Толстой, ну вот в этом году число туристов, которые, в принципе, посещали всю Латвию, стало рекордным за все годы независимости. Во всяком случае, статистика так об этом говорит. А как насчет Риги? Насчет Риги точно так же. Тоже рекордное число – миллион двухсоттысячного туриста. Мы встретили в конце ноября, и сейчас данных, сколько было у нас на Новый год, пока нет, но я думаю, что там будет миллион триста, даже больше, это точно. То есть это абсолютный рекорд за всю историю. А за счет чего увеличивается поток туристов? За счет рекламы. Мы впервые стали, вот два года назад, мы впервые стали рекламировать город Ригу как туристический объект. То есть мы участвуем во всех выставках, мы рекламируем город Ригу в масс-медийном пространстве, то есть всячески популяризируем город. Это дало свои результаты. То есть мы стали известны, мы появились на туристической карте мира, и к нам стали ездить туристы. Привезите, пожалуйста, какой-то пример рекламы, которую могут увидеть, скажем, те же иностранцы, я имею в виду из самых таких, может быть, удачных, которые в последнее время были запущены. У нас прошло уже шесть рекламных кампаний. Начинали мы достаточно со спорного, такого рекламного вида сердечка, мягкое, плюшевое сердечко с глазом, обнимающее рижские достопримечательности, то есть там оперу, собор Петра, памятник свободы. Вот такого стиля плакаты висели в 13 странах, приоритеты которых у нас есть. То есть это Скандинавия вся, это, разумеется, наши ближайшие соседи, литовцы, эстонцы, Россия, Германия. Висели в туристических бюро? Нет, они висели на улицах города. То есть реклама была прямо на улицах, висели плакаты, прямо на улицах в Москве все садовое кольцо. Один момент было завешено плакатами Рига. Потом мы использовали один из наших удачных, очень рекламных таких проектов. Было это 500-летие празднования традиции наряжать рождественскую елку. Тогда вот эти плакаты с 500-летней елочкой, они тоже висели во всех странах, и в каждой стране они ассоциировались с каким-то своим брендом. Допустим, в России, когда мы описывали день рождения елочки, выглядело это так, елочка равно 500 лет, рядом висел чебурашка равно 42 года. То есть в Германии это была елочка 500, Мерседес 70 с чем-то там лет. То есть примерно вот так вот мы показывали, что это наша традиция, это наш бренд, это наша елочка. И в прошлом году на этот день рождения приехало очень много туристов. В этом году мы уже 501 годовщину отмечали и сделали уже фестиваль рождественских елок. То есть до сих пор в городе Видно стоит больше 40 елок разных тематик. От грустной елочки до музыкальных елочек, то есть совершенно разные авторы, совершенно разные работы. Туристам понравилось это тоже, приезжали и рассказывали, что как здорово, нигде в мире такого нет. То есть тема елочки, она оказалась очень удачной. Ну а в этом году чем планируете туристов привлекать? Уже есть какие-то задумки, идеи? Ну в этом году, разумеется, третий раз мы будем отмечать праздник Лига в рамках города. Это тоже очень важное мероприятие для туристов, он становится таким брендовым для Латвии, для Риги событием, на которое действительно собираются туристы. То есть если первый раз, три года назад, мы его отмечали как пробный праздник такой, вернуть Лига в город, многие сомневались, что это получится. То есть по традиции это праздник, который отмечают на природе, и вернуть в город как-то, ну так, было непонятно, вдруг не сработает, сработало. В прошлом году мы уже видели, что это действительно приносит свои результаты, это действительно было хорошее, красивое шоу. То есть в этом году обязательно мы будем уже традиционно делать этот праздник, это очень-очень привлекает туристов. Ну разумеется, празднование Дней города Риги в прошлом году у нас было авиашоу, в этом году мы придумаем тоже какой-то праздник, может быть тоже авиашоу к нам вернется, может воздушные шары будут. То есть это что-то еще будет, это программа лета, она еще как раз сейчас в стадии разработки, то есть весной эта программа появится опять в этих странах. Опять же мы меняем приоритеты стран, то есть там, где мы рекламировались и может быть не увидели тот результат, который хотели, мы сокращаем там количество рекламы. Страны, в которых мы не увидели тот результат, на который рассчитывали. Вы знаете, наверное сказать правильнее будет так, все страны дали прирост, просто некоторые страны дали меньший прирост. Какие это страны? Кто бы, кто меньше всего, ну скажем так, что немного туристов у нас из Норвегии пока, то есть по сравнению опять же, то есть число увеличилось со всех стран, но по сравнению с Россией, с Германией, Финляндией, Эстонией, Литвой, конечно прирост гораздо меньше, потому что из России прирост количество туристов в два раза вообще. А почему из Норвегии едут так неохотно? Может мы чуть-чуть дальше, может мы недостаточно хорошо там рекламируемся, может мы не очень им интересны, может быть это народ, которым не так хочется путешествовать, но разные факторы бывают. Давайте примем звонок, нам уже пытаются дозвониться радиослушатели, надевайте наушники, здравствуйте, добрый день. Добрый день. Добрый. Наконец-то я слышу прекрасные речи людей, которые хотят поднимать экономику власти не на словах, а на деле. Молодцы, господа, молодцы, просто молодцы. Я могу сказать, я предприниматель из Юрмалы, Пегаса Пилс. Выключите, пожалуйста, приемник, я вас попрошу, потому что фонит страшно. Выключил, да, да, да. Спасибо вам, молодцы. Спасибо вам большое. Наверное, не 150 человек. 150 тысяч. Непонятно, за какой промежуток времени. Прирост есть, да, во всех гостиницах есть прирост, во всех ресторанах, то есть отрасль действительно развивается, и мы это видим на улицах. То есть зайдя в Старую Ригу в праздничные дни, совершенно четко видно, что количество туристов увеличилось, что не просто их там стало на процент, на 5, на 10 больше, стало в разы больше. Давайте еще два ноги, надевайте наушники. Здравствуйте, добрый день. Добрый день. Добрый. Поскольку по состоянию своего здоровья мне приходится время от времени лечиться в Юрмале, вот, я могу сказать, что уже, наверное, сейчас единицы незабронированных номеров в наших гостиницах, что в Янтарном береге, что у господина Малкиэля в Явенхемере, да. И я думаю, что, я не знаю, и отрицать даже не собираюсь, я знаю, что Рижская дума очень много делает для того, чтобы рекламировать Ригу, и думаю, что весь зимний туризм, это благодаря их рекламе. А вот все, что касается летнего туризма, особенно в эти месяцы, когда там происходят эти российские вещи, там, КВН и Юрмалина и все это прочее, то тут бесплатная совершенно реклама получается через российские телеканалы. Мне, наверное, редкий день, когда нельзя увидеть Юрмалу на каком-нибудь из российских каналов, ну, какую-нибудь передачу из Юрмала. И поэтому я думаю, что вот, в частности, наш великий Паулс не меньше сделал, будем так говорить. Вопрос, давайте вопрос. Вопроса у меня никакого нет, у меня есть пожелание, чтобы все это так и дальше продолжалось, и больше ничего я не хочу, потому что это деньги для... Кстати, работа для моих родственников юрмальских. Спасибо за звонок. Ну, хотите что-то сказать? Ну, да, это можно прокомментировать, конечно. 10 лет уже новой волне, еще больше лет Голосящему Кивину, еще больше лет Юрмалине. Эти праздники все когда были, да, это бесплатная реклама Юрмалы. Но что мы видели, то есть праздник был, Юрмала была в эти дни, именно в эти дни заполнена. Не больше, не меньше, вот только в эти. Но Рига-то в эти дни была пустой. Сейчас, благодаря нашей работе, рекламе, мы сделали так, что и Юрмала полная, все летние дни, то есть чуть ли не с 1 июня и заканчивая 31 августа, но и Рига полная. То есть в момент проведения этих фестивалей, разумеется, большущий поток едет к нам с Востока, из России, и рижские гостиницы тоже заполняются. То есть для нас это очень важно. По каким критериям, скажем, туристы выбирают Ригу как такой конечный пункт, потому что если посмотреть, допустим, на ту же погоду, ясно, что есть другие альтернативы, какие-то жаркие страны, где, наверное, все-таки приятнее провести время, потому что тепло в этом отношении, да, и есть теплое чистое море, есть пляж. Почему выбирают Ригу? Ну, мы позиционируем себя как северную столицу Европы, и мы полное право имеем так говорить, потому что по размерам, по историческим событиям, по количеству красивой исторической архитектуры город Рига действительно занимает в этой части Европы главенствующее место. То есть мы совершенно спокойно можем спорить с Вильнюсом, Сталиной, с Варшавом, со Стокгольмом, с Хельсинки. Все эти города, они расположены, во-первых, где-то вокруг нас, то есть мы вот в центре находимся. Вы говорите, как конечную точку посещения туристическую. Я бы даже сказал не конечную, а может где-то даже начальную. Мы находимся в середине, и вот на китайский рынок мы сейчас стали работать и развиваться в том направлении тоже. Для них прилететь так далеко, это все-таки большое расстояние, то есть часовой перелет и большие надежды. И понятно, что город Рига – это не огромный Шанхай или Пекин, и посмотреть здесь что-то, ну, ограничено. Будем честны, 2-3 дня на четвертый день в Риге уже смотреть, можно все по второму разу начинать. А что вы предложили бы посмотреть китайцы? У нас рядом есть Стокгольм, паром ходит каждую ночь, вечером сел, утром ты в Стокгольме. То есть это очень удобно, ты прилетаешь в Ригу, и из Риги, вот как из не конечной точки маршрута, а из начальной точки маршрута, можно посмотреть Таллинн, Вильнюс, Варшаву, Стокгольм, Хельсинки, то есть это все города вокруг Риги. Мы здесь удобно позиционируемся как центр туристического такого вот большого региона, который тоже абсолютно разный. То есть мы совершенно разные, это не одно и то же. Да, мы где-то похожи со Стокгольмом, но мы совершенно разные с Вильнюсом, мы совершенно разные с Таллином. Поэтому вот отдаленные туристы, которым действительно надо ехать до нас, это не москвичи, которым час в самолете или ночь в поезде, и они здесь. Туристы издалека, опять же из-за Урала российского, когда прилетают, им нужно что-то большее. То есть они прилетают на неделю больше, им нужно увидеть что-то. То есть понятно, Рига закончилась, разумеется, это наши жемчужины. Рунгульский замок, разумеется, это по интересам уже кому-то нравится там Лепайская тюремная, это Гаупвахта, кому-то нравится Даугавпилская крепость. То есть кому-то, опять же, вот Таллин с Вильнюсом, то есть мы рады и соседям в этом отношении помочь, но опять же позиционируя себя как центр туристический, региональный туристический центр. А кстати, почему в Эстонию все-таки едет больше туристов, чем в Латвию? Потому что в Эстонии программа развития туризма началась намного раньше, чем у нас, если не ошибаюсь, на сегодняшний день, по-моему, 12 лет, как у них работает эта программа, у нас она работает только второй год. Вот сейчас мы переходим в стадию третьего года, мы были открыты 28 октября 2009 года. Так, мы сейчас быстро примем еще один звонок и уйдем на короткие новости. Здравствуйте, добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы похвалить очень сильно в Ютубе выставленную рекламу Рождественской Риги с Рождественской елкой, как столица, да, это безумно красивая вещь вообще, это настолько красиво, что аж прямо гордость за столицу берет. И, в свою очередь, очень хочется сказать, что много минусов еще до сих пор. К примеру, вот многим знакомым говорю, что у многих знакомых спрашиваю, на Домской площади то, что в брусчатку инсталлированы светильники были еще со времен в Айровите Флэйберге. Алло, вы слышите? Да, мы вас слушаем внимательно, конечно. Просто очень интересно, кто-нибудь видел, чтобы когда-нибудь эти светильники, которые в брусчатке инсталлированы, когда-нибудь светились, понимаете? Это же, наверное, куча денег было потрачено, да? То же самое освещение, просто банально, ну, зданий каких-нибудь красивых. Я понимаю, что все делается постепенно, да, но как бы сравнить с тем же самым Таллином, да, которому не до нас, как там говорили, да? Ну, увы, увы, я считаю, что здесь есть еще над чем работать. Но и, в свою очередь, тоже работаете в любом случае. Спасибо за звонок. Так что со светильниками? Со светильниками не знаю, честно говоря, я их там не видел. Может быть, ошибочно за светильники были приняты такие специальные технические устройства, куда подключается электричество. Я на Домской площади, вмонтированных в площадь светильников, ну, честно скажу, не видел. А красиво было бы? Было бы красиво, наверное, да. Может, подумать на эту тему? Надо подумать. Разумеется, на Ливу Лаукомс, кстати, будет фонтан, уже, я надеюсь, в этом году даже заработает, в который будут вот инсталлированы светильники в землю и струи будут бить из земли. То есть, вот эта идея, она на Ливу Лаукомс уже будет точно, уже решение принято. Ну, а с точки зрения украшения города, конечно, нам есть еще куда расти. Конечно, очень много минусов. Конечно, в городе еще полно зданий, которые, в принципе, вообще сносить надо. Но то, что мы делаем хорошего, ну, впервые за такой огромный срок и в новейшей истории Латвии уже действительно впервые мы ремонтируем Домский собор капитально. То есть, это как раз-таки то, что нужно для туристов. Вот мы вынуждены пожертвовать этой жемчужиной сейчас, закрыли ее лесами. То есть, достаточно плохой вид сейчас у Домского собора. Тем не менее, удалось даже вот, когда был фестиваль Старой Ригой, использовать эти леса. То есть, это была великолепная инсталляция световая. То есть, такие вот места мы ремонтируем, украшаем и, разумеется, готовим для того, чтобы туристам было интересно и приятно смотреть на это. Мы сейчас уходим на короткие новости. Звонки аж по двум линиям к нам поступают. Но я напомню, что сегодня у нас в гостях шлен правления Рижского бюро по развитию туризма и председатель фракции Центра Согласия в Рижской Думе Максим Толстой. Звоните нам после новостей, будем с вами общаться. Новости. Продолжаем программу «Разворот». Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях шлен правления Рижского бюро по развитию туризма Максим Толстой. 672-12-93-9. Это телефон прямого эфира. Давайте начнем принимать звонки, потому что звонят нам много. Здравствуйте. Звонят и не дозваниваются. Здравствуйте. Добрый день. Это я опять со светильниками. Правда, правда, инсталлированы уже. Все насчет коммуникации вам даже наверняка думать не надо. Там просто они заглушены сейчас железными крышками. Пройдитесь, прогуляйтесь по Домской площади и увидите. На самом деле было бы красиво. Спасибо. Хорошо, обязательно сейчас буду возвращаться в Рижскую Думу, пройду по Домской площади и посмотрю, что там у нас со светильниками. И если они действительно там инсталлированы, то в ближайшее же время мы попробуем сделать так, чтобы они работали и приносили радость людям. Видите, как полезно к нам в эфира ходить. Давайте еще принимаем звонок. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я когда-то с Максимом уже, помещался. Был у нас встреча очень приятный человек. Я рад, что он занимается туризмом. Спасибо ему. Есть несколько таких вопросов. Когда туристы приезжают в город Ригу на пароме, они утыкаются в остатки старой улицы Экспорта и площадку для туристических автобусов рядом с мостом через канал у Андрея Осты. Вы, может быть, попробуете собрать выездную комиссию и посмотреть, в каком она виде, какое впечатление у людей от этого города сразу по прибытии возникает. То есть вопрос приведения в порядок вот этого участка старого Экспорта очень важен с точки зрения впечатления. Второй вопрос. Любой туризм сиждется на каких-то традициях города. В Лондоне это, скажем, старые телефонные будки, еще что-то. В Риге тоже можно было подумать о сохранении чего-то старого или восстановлении. Скажем, не так давно, совсем недавно заменили все трамвайные, знаки трамвайных и троллейбусных остановок, традиционные для города с 30-х годов. Может быть, стоит подумать о том, чтобы их восстановить. Это было аргументировано тем, что это нет такого знака в дорожном законе, но на самом деле его можно делать дополнением, либо просто рядом ставить. То есть это будет традиция городская. Тоже касается еще каких-то традиционных вещей. Может быть, стоит подумать об этом, немножко взгляде в историю традиции. Спасибо. Ну что, идея неплохая на самом деле. А что могло бы стать традицией, по Вашему мнению? Традиции города Риги? Да. Ну вот какие-то такие, может быть. Что значит традиции? Традиции города Риги, они есть. Нет, я понимаю, что выбрать-то можно было бы. Выбрать что-то одно, чтобы это было для туристов единственным чем-то. Но я не считаю, что это нужно. Это бы привело к тому, что если это событие, то это было бы единоразовое событие. Мы стараемся сейчас как раз-таки сделать так, чтобы вот эти пиковые нагрузки, Новый год, когда у нас 100% заполняемость была всех гостиниц, и лето, когда тоже мы подходим к рубежу 100%, немножко растягивать во времени, чтобы вот эти межсезонья, весна и осень, у нас тоже были заполнены туристами. Поэтому приходить к одному какому-то событию, там Лига, не знаю, 18 ноября, кстати, тоже шикарный для туристов праздник, с фейерверками, с инсталляциями Старой Риги, не очень бы хотелось. То есть, хотелось бы наоборот развить вот это в пространстве, во времени растянуть это событие. Мне здесь хочется так пошутить, наверное, такой черный юмор, что есть уже символ, это памятник свободы, который туристами воспринимается не всегда благоприятным. Ну, слава Богу, мы уже потихоньку уходим от этой проблемы. И проблема, вы знаете, была-то в чем изначально? Она не была из-за того, что это такие страшные, нехорошие туристы, и так они хотят нагадить в душу Латвии. На самом деле, до 3 года назад в Риге, в центре города, практически отсутствовали общественные туалеты. И находились они только там, это старые еще советские туалеты, и только жители Риги знали, где они находятся. Турист просто был поставлен в ситуацию, что вот он пошел, попил пивка, вышел в центр города, а туалета нету. И стали этих туристов-то ловить после того, как весь центр города был оборудован видеокамерами. Ну, господин Толстой, но не это же заставляло туристов снимать штаны и фотографироваться возле... Ну, это единичные случаи. Слава Богу, что на моей памяти уже по крайней мере полгода такого не происходило. Я надеюсь, эти случаи будут уменьшаться и уменьшаться. То, что вот звонящий говорил по поводу выхода с парома, ну, уже ситуация изменилась. Во-первых, паром стоит в другом месте, мы его теперь ставим ближе к мосту, чтобы туристам было максимально красиво. И если сравнить с тем же Стокгольмом, куда этот паром прибывает, с другой стороны, то наш выход в город намного красивее, чем в Стокгольме. В Стокгольме ты попадаешь вообще в промышленную зону порта, а здесь выходишь в центр города. Поэтому даже сравнивать не приходится. У нас это красивее. Конечно, есть недоработки, но сделали, уже установили таблички для туристов, когда они приезжают, чтобы они знали, куда идти. Сделали пешеходный переход со светофором специально для этих туристов. То есть сейчас между Каменным и Вантовым мостами есть переход, пешеходы подходят, нажимают кнопочку, загорается красный свет, машина останавливается и туристы спокойно переходят в эту широкую улицу, набережную. То есть это все тоже делается и, разумеется, если есть какие-то конкретные предложения, вот опять же, по табличкам информационным, приходите в Рижскую думу, пообщаемся, поговорим. Наверняка, если вы нам подскажете, как вы видите, и это будет интересно и правильно, то мы это воплотим в жизнь. – Наверное, нужно затронуть такую тему, вы сказали, что увеличивается поток туристов из России, а вот как влияет на это происходящее в Латвии? Я имею в виду референдум, обострение межнациональных отношений. Как вам кажется, не ударит ли это достаточно сильно по тем туристам, которые хотели бы посетить Латвию? – Понимаете, как не должно, ударить не должно. То есть, понимаете, если сам вопрос озвучивается, то он уже звучит так, что референдум о присвоении русскому языку статуса государственного, то есть, для любого россиянина уже сам вопрос становится приятным. Мне кажется, что наоборот, может еще и привлечь туристов. – Обратный эффект будет иметь? – Насколько бы это не звучало ужасно, но я уверен, что ни в одной европейской еще какой-то стране такой референдум навряд ли возможен, навряд ли вообще кто-то его будет проводить. Поэтому туристический эффект здесь тяжело оценить. Но это точно не напугает. То есть, процесс-то положительный, это демократический процесс, волеизъявление народа. – Ну, подождите, ну а реакция отдельных политиков на этот процесс, она тоже положительна? Скорее, наверное, нет. – Ну, я надеюсь, что эту реакцию в России не очень популяризируют и видят. – Знаете, я вам скажу так, видят, потому что недавно я как раз заходила в интернет, лазала по форумам, и совершенно там такое четкое было сообщение, что очень хочется в Ригу, но говорят, что там отказываются и на русском языке разговаривать с туристами, и вообще там ходят националисты по улицам. Такое мнение существует. Совершенно случайно накнулось, если потом будет интересно, могу там ссылку даже прислать. – Это всегда мнение было, и вы знаете, вот в работу как раз одной из своих задач, мы считаем, вот Бюро по развитию туризма, одна из наших задач как раз изменить вот это представление. потому что раньше что показывали опять же на территории той же России. В новостных событиях, вот если за год взять все новостные события, что показывались о Латвии, самым ярчайшим было 16 марта шествие легионеров. Ничего хорошего не показывалось. Сейчас мы сломали этот стереотип. То есть, 16 марта уже в прошлом году Россия не показала. Они показывают, как мы отмечаем, Лига, они показали, вот первый канал показал фестиваль наших елочек, то есть, они показывают позитив, который происходит в Риге. Конечно, вот сейчас то, что происходит с языком, будут какие-то отдельные фрагменты негатива, но мы своей работой постараемся как-то это сгладить и показывать, что у нас проблем-то нет, с языком проблем нет. То есть, туристы, которые посещают Ригу, они все удивлены, что здесь все говорят на русском языке и никакой проблемы с языком нет. Буквально вчера читала, что представитель центра госязыка рассказала о том, что к нему приехали сразу после Нового года российские журналисты, которые спрашивали, почему штрафовали Деда Мороза в Латгалии за то, что он не влазил русским языком. То есть, в любом случае не спрячешь, наверное, такие факты. Я, конечно, понимаю, что вы пытаетесь смотреть позитивно на то, что происходит, но не закроешь ты людям глаза, как ни крути. Ну, что делать? Есть у нас, да, в Резекне это было, когда оштрафовали российского Деда Мороза из Великого Устюга за то, что он больше, наверное, чем нужно говорил на русском языке. Полнейшая ерунда больше из области курьезов, по-моему. Но не думаю, что это сильно навредит нашему имиджу страны. Давайте еще примем звонки. Здравствуйте, добрый день. Добрый день. Добрый. Александр, есть такая идея, она же плавает на поверхность, да почему не сделать Ригу музыкальную? Помимо же просто то же самое Новые Волны, те же истоки, то же самое классическая музыка, Вагнер, рядом с оперной Сигулской фестиваль, Сау-Красской, Джаз. Почему будем сделать круглый год фестивальный такой, Ригу музыкальную? Спасибо. Да, поняли мы ваш вопрос, почему бы не сделать Ригу музыкальную? Ну, круглый год это навряд ли будет интересно и, во-первых, возможно, а Рига музыкальная У нас музыкантов только нет, да, что-то... Музыкальная Рига есть, проводится в Риге оперный фестиваль, так что на нашей страничке вот Лив Рига можно посмотреть все, что проводится у нас в городе, и там очень-очень много и музыкальных, и театральных фестивалей, то есть это все у нас есть, плюс праздник песни, разумеется, который проходит раз в четыре года, это тоже, разумеется, такое очень значимое туристическое мероприятие. А туристов интересует, да, праздник песни? Очень, праздник песни очень интересует туристов, достать билеты на него невозможно, то есть туристы вот заранее начинаются звонки, там, а вы не можете помочь. Абсолютно, вот география здесь абсолютно не привязана. На праздник песни как восточное направление, так и западное все одинаково хотят попасть. Действительно красивейшее событие, которым мы по праву можем гордиться, то есть мало стран может похвастаться вот таким событием, имеющим такую историческую ценность. Была недавно такая курьезная новость достаточно о том, что Финляндия и Норвегия сейчас спорят из-за главной зимней достопримечательности северного сияния, они там не могут никаким образом его поделить, непонятно кому оно принадлежит, но вот можно вспомнить, что пять раз, по-моему, в ушедшем году тоже латвийцы и рижане могли наблюдать северное сияние. Не собирались эту идею каким-то образом эксплуатировать? Идею северного сияния, что это наше целиком достояние? Ну, не наше целиком, но что можно хотя бы посмотреть. То, что можно посмотреть, ну, разумеется, это можно использовать, но, знаете, как обманывать туриста тоже некрасиво. Наша страна все-таки не славится северным сиянием. Это что-то из популяризации Лапландии, скорее всего, да, то есть можно приехать за полярный круг и увидеть северное сияние, это будет правильно. Говорить, что приезжайте в Ригу увидеть северное сияние, ну, немножко, наверное, не будет честно. 50 на 50, либо увидите, либо нет. Давайте еще примем звонок. Здравствуйте. 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 Я совершенно не согласен с тем, что вот эти политические события и споры имеют отрицательное влияние, скажем, те же журналисты, которые задавали острые вопросы начальнику госязыка инспекции, они ведь сначала приехали в Латвию, оставили здесь деньги, а потом задавали вопросы. Я бы даже советовал вам присмотреться к празднику 16 марта. Я думаю, что если его правильно обыграть, там, поставить оркестр от Рижской думы, там, в историческую форму одеть статистов, то я думаю, что в марте гостиницы будут забиты точно. Вам докажется? Да, я в этом уверен. Представляете, оркестр стоит в СССР, играет военные марши. Это же красота. Ну да, ну, они все красоты у всех разные. Вы знаете, очень такой спорный вопрос, но я думаю, что все-таки 16 марта это не та дата, на которую нужно собирать туристов. Это действительно может повлечь за собой серьезные беспорядки, неприятности. поверьте, у нас есть много других красивых дат, на которые можно привлекать туристов и не нужно привлекать каких-то радикальных туристов. Мы от них пытаемся сейчас избавиться, мы уходим в сторону интеллигентного туриста, который перестает голым фотографироваться на фоне памятника и уж тем более такие, даже не то, что слово праздники тут не подходит, такие события, как 16 марта, это вообще какая-то кощунственная вещь, наверное, не стоит, наверное, на это делать. Подход творческий у нас. Подход творческий, конечно. Давайте еще звонок принимаем. Добрый день. Добрый день. Добрый. А вопрос такой, а вот, знаете, как-то обращая внимание на вот группу туристов, такое ощущение, что они почти все приезжают сюда к нам без детей. Вот, а вам кажется, так или не так? Если так, то почему? Что для этого можно сделать? Нет, абсолютно я не согласен с этим, что они приезжают без детей. Смотря где застать туриста. То есть, если на туристов смотреть в центре Риги, то как раз соотношение людей без детей и с детьми оно совершенно нормальным. То есть, есть туристы, привозящие с собой дитя. Если вы придете в Юрмаву в аквапарк, то там вообще только туристы с детьми, там других-то и нету. Поэтому абсолютно не согласен. Дети у нас есть, и семьи приезжают, это нормальное явление. То есть, в процентном отношении это так, как во всем мире у нас нету какого-то больше детей, чем у кого-то, меньше детей, чем у кого-то. Это обычный режим, и дети точно так же приезжают к нам. И отдельные детские экскурсии, школьные экскурсии, они тоже к нам приезжают. Очень много из соседних стран, Литва, Эстония, и разумеется, очень много из России, Петербург, Москва. Очень много туристических групп именно школьного возраста приезжают на автобусах с учителями осматривать достопримечательности города Риги. Так что, дети у нас есть. Ну, наверное, все-таки можно отметить, что бросается в глаза, что часто вот ходят эти туристические группки, это люди уже такого солидного возраста, особенно из Германии, да, то есть, вот, можно выделить особенно. Ну, у каждого туриста, в каждой стране туристы, он совершенно особенный, да, немцы. Их много. Их много, они приезжают, им интересны достопримечательности, у русских совершенно другие приоритеты, то есть, они точно так же что-то смотрят, но у них есть какие-то и ностальгические чувства, то есть, разные вещи, немцы, приезжая к нам, ищут что-то с Востока, то есть, мы же раньше были советской страной, для них это интересно, посмотреть, что же было за железным занавесом, многие впервые за свою жизнь пересекают этот пресловутый железный занавес, и попав, казалось бы, в европейскую страну, но которая столько лет провела в составе Советского Союза, для них вот этот момент интересен. Но так, может быть, надо как-то развивать именно эту сферу? Мы работаем в этом направлении, точно. А каким образом? Мы так и позиционируем. Ну и, может быть, было бы интересно посмотреть, ну, не знаю, парк какой-нибудь, куда поделить. Они ездят в эту лепуйскую тюрьму, в тюремную, как в галп-вахту гарнизонную, вот у них там эмоции зашкаливают, конечно, для них. Точно так же россияне, когда едут к нам, они едут на запад. То есть, они в нашей стране видят западную страну, им сюда приехать приятно, они здесь уже разглядывают какие-то западные ценности, какое-то западное. Вот часто россияне, приезжая к нам, у нас бывает так, что мы встречаем там журналистов, какие-то группы, сойдя с трапа самолета и выходя в город, такая фраза, вот очень часто чувствуется воздух свободы. Вот они так вздыхают, ой, воздух свободы у вас здесь. Они здесь видят, наоборот, западную страну, какие-то устои демократии, что-то новое. То есть, каждый турист в нашей стране для себя открывает что-то новое. Нам повезло с географическим положением, нам очень повезло с историческим наследием. Наша страна пережила очень много исторических всяких катаклизмов, и мы жили под разными управлениями, в разных государствах, получается, то есть, мы были и шведскими, и польскими, и литовскими, и российскими, и немецкими, и все это отложило отпечаток на нас. То есть, это и в архитектуре видно, да и в людях это видно. Совершенно уникальная страна. Я сейчас вспомнила многочисленные заявления правящих политиков, которые многократно говорили о том, что нужно избавиться от советского наследия и, собственно, перечеркнуть все. Может, не надо? Ну, как от него избавиться, понимаете? Эта история избавиться невозможно. История – это то, что уже было. Поэтому избавиться от него... Посоветно, если на этом можно зарабатывать? Такой аргумент. Не согласен. Ну, давайте избавимся тогда и от шведского наследия, и от немецкого наследия. И я не считаю, что советское и русское наследие каким-то плохим было. Много памятников с того времени у нас осталось тоже. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Добрый. Меня зовут Вита. Я хотела сказать, что вот насчет обслуживания, вот говорят, туристы приезжают, да, и вот у меня друзья из России приезжают, и они говорят, что обслуживание у нас стало намного хуже. То есть по-русски с ними разговаривают очень плохо. То есть если говорят, что тут они приезжают, то есть свободу чувствуются, то наоборот они говорят, что здесь не с кем им поговорить, в магазинах их не обслуживают, то есть чувствуется, что... Ну, к русским относятся наоборот плохо. Мы поняли вас. Вы знаете, абсолютно с вами не согласен. Если кто-то где-то совершенно единоразово столкнулся с этой проблемой, это не значит, что эта проблема существует везде. Вот я ради интереса, когда поднимаются вот эти языковые вопросы, языковые проблемы, я ради интереса сам общаюсь вот в наших и магазинах, и официальных учреждениях, в полиции, у врача, где угодно. Общаюсь специально на русском языке. Я могу совершенно спокойно говорить по-латыскому, но вот мне интересно было, существует проблема или нет. Нету этой проблемы. Вот я ни разу не столкнулся, чтобы мне кто-то не смог на русском языке ответить. Да, есть ситуация, когда, ну вот, особенно молодое поколение, может быть, не владеет, но это не из-за ненависти, не из-за плохого отношения к русским или к русскому языку. Это из-за того, что человек, ну, может быть, действительно не знает, сколько это русский язык. Но это совершенно редкий случай. Я вот абсолютно здесь не согласен, что у нас есть с этим проблема. Проблемы такой нет. Еще давайте звонок принимаем. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Я тоже вас поддерживаю. Меня очень, каждый год приезжают туристы из России, знакомые, настолько вежливые обслуживания, что поражается, потому что российское хамство везде по обслуге, в Москве, в Питере, это поражает. Здесь очень вежливо. Да, спасибо. Вот видите. Оповергающий мнение. Да. Бывают единичные случаи, но в общем, в общем, наше обслуживание, конечно, заслуживает большой благодарности. Вот наш персонал, кто работает в ресторанах, в гостиницах, я очень часто слышал отзывы, что именно, кстати, да, россиянам нравится вот такой элемент именно обслуживания. Они не излишне везливые, не навязчивые. То есть наш сервис, он именно приятен для туристов. Господин Толстой, вот в этом году в развитие туризма столица собирается вложить полтора миллиона латов, если я не ошибаюсь. А что конкретно планируется сделать на эти деньги? На эти деньги будут проведены рекламные кампании. Вот то, о чем мы говорили сначала. То есть каждый год мы проводим две рекламные кампании. Это весенние и осенние кампании. Это наша реклама города. То есть те же акции, те же приглашения журналистов. Очень много вот, кстати, приносит для популяризации города приглашения журналистов. Мы со всего мира приглашаем к себе и журналистов, и людей из туристического бизнеса для того, чтобы воочию показать, что такое Рига, для того, чтобы люди, сидя уже у себя в туристических офисах за границей, могли рассказывать о городе Рига не по интернет, каким-то картинкам, не по буклетам, а уже передавая потенциальному клиенту свои чувства, которые они здесь испытали. И вот этот момент очень важен, то есть, они действительно приносят результат. Когда человек пришел в офис и говорит, куда мне поехать, я не знаю, и вот работник туристической сферы, побывав у нас и почувствовав, как здесь отдыхать, он очень четко может рассказать, что это, что можно увидеть. Опять же, наш сайт помогает в этом. Можно четко видеть конкретные даты, и что в городе в эти даты будет происходить. И тогда туристы видят это все и приезжают. То есть, вот это тоже одна из затратных частей, куда уходят эти деньги. Ну, а конкретно для столицы, может быть, будет что-то создано, какие-то объекты? Нет. Или это деньги только пойдут вот именно на... Бюро по развитию туризма занимается исключительно популяризацией города Риги за границей. То есть, мы вот рассказываем о Риге, мы показываем Ригу, мы участвуем в международных выставках во всех. На этот год очень сильный акцент будет сделан на туристические выставки, связанные с туризмом деловым. То есть, когда проводятся большие конференции, мы как-то выпали вот из этой составляющей туристической. На самом деле, Рига располагает и хорошими залами, и потенциалом большим, и вместимостью в гостиниц для принятия больших конференций. У нас проходил саммит международный, у нас проходил чемпионат мира по хоккею, то есть, такие события, когда очень много людей одновременно приезжает. Мы готовы к такому туризму, то есть, вот в этих направлениях мы и работаем. Ну, желаю вам тогда успехов. Спасибо большое. И я напоминаю, что у нас сегодня в гостях был член правления Рижского бюро по развитию туризма и председатель фракции Центр Согласия в Рижской Думе Максим Толстой. Ну, а я, Марина Шкода, прощаюсь с вами до понедельника. Всего вам доброго.